Всем привет! Ну что, сегодня у нас будет невероятный эксперимент. Для меня эксперимент, потому что я делаю это в первый раз. Не знаю, как для вас, но если вы делали, у вас что-то получилось по-другому, пишите в комментариях, буду рада почитать и услышать ваше мнение и ваши какие-то, может быть, дельные советы. Так вот, в общем говоря, сегодня мы будем делать цукаты из листьев. Точно такие же цукаты, точно таким же способом можно делать не из листьев, а, например, из фиалок, из мяты, из маленьких бутончиков роз, из каких-то других съедобных цветов трав-листьев. У меня будут маленькие молодые листики смородины и несколько листиков рябины. Это будут цукаты, которые можно будет есть, на которыми всегда будет красиво, если вы украсть какой-то десерт, пасху, например. Кстати, я, скорее всего, буду использовать имена для декора пасхи. И, поскольку они неплохо хранятся, ну, как пишут знающие органы, можно будет использовать их и в других десертах. Ну что, поехали экспериментировать. Что нужно было сделать в первую очередь? Во-первых, хорошенько промыть и просушить наши листочки. Я их промыла. Сейчас они будут засыхать какое-то время. Вот я их так попереворачиваю. Так, чтобы они высохли. Вот прям, чтобы не было никаких капелек воды. В принципе, это дело довольно-таки быстрое. Сейчас попереворачиваем их. А также вам нужно внимательно посмотреть, чтобы все ваши листочки, цветочки были в хорошем виде. То есть не было каких-то порченых, не было чего-то на них сидящего. Никакой белок нам не нужен здесь. Вот такие у меня, видите, маленькие листочки рябины и маленькие листочки смородинки. Они сохнут. А дальше я показываю, что мы делаем дальше. У нас с вами белок, немножечко вилочкой подзбитый сахар и емкость, куда вы будете выкладывать сами цукаты. Если нету каких-то специальных щипчиков, вот я использую, ну, естественно, протерев их и все такое, обычные щипчики для бровей. Ну, опять же, это можно делать руками и, не знаю, вилочкой. Ну, то есть, короче, кому как удобно. Значит, опускаем в белок. Можно оставить на несколько минут. Я сейчас несколько, наверное, сразу положу и дать им хорошенечко вымочиться. Ну, буквально, чтобы белок смог обволокнуть. Я не знаю, какое еще важное слово нужно применить. Ну, в общем, опускаем так, чтобы были погружены полностью в белок вместе с хвостиком. Вот так вот, раз-раз. Потом вытаскиваем. Надо вытащить ровно. Вытаскиваем и кладем в сахар. Вот здесь надо распрямить, потому что важно, форма имеет значение. С одной стороны и с другой стороны. Так, одной рукой мне это не очень удобно делать. Но, тем не менее, делаем и выкладываем на пергамент. Ровненько. Лишнее можно сразу убрать. И так поступаем со всеми цукатами. Следующее я начала делать вилкой. И это гораздо быстрее получается. Смотрите, да? Вот так вот. Со всех сторон. И сахарочек. Опять же, кто не ест сахара, думаем, чем его заменить. В общем, так все-все-все, что у меня все готово. Дальше ставим это удовольствие на 24 часа в открытом виде. Я поставлю на шкаф, потому что у меня котятки. Теоретически оно должно подсохнуть. Ну, а практически вернемся через 24 часа к этому месту и посмотрим. Итак, ну что, прошли сутки, сутки прошли. Что я делала? В этот период я еще перекладывала на другой лист. То есть, снимала их и перекладывала. Потому что у меня не пергамент, у меня обычный лист. Конечно, лучше выкладывать на пергамент, с которого вам потом удобнее будет снять. Потому что они приклеились. Вот два я подделала, уже остальные мне придется аккуратно поддевать. Вот так вот это выглядит. Опять же, можно немножко позбивать здесь сахарок. Но очень аккуратно, иначе все порвется. То есть, ювелирная работа, что я вам могу сказать? Ювелирная. Вот эти я вчера так и не смогла снять. Опять же, ошибка была. У них много листочков. Сегодня, не знаю, сейчас аккуратно, каким-то образом буду пытаться снять. Может быть, можно будет намочить эту сторону и сразу перекладывать на какое-то изделие. В общем, буду пробовать. Но ошибка, наверное, все-таки такие листочки брать не надо. Потому что с ними очень сложно работать. Их очень сложно будет снять. Ну и тут, видите, какие-то я вот это уже поддела, тоже ножом сняла. Остальные придется аккуратно-аккуратно ножичком снимать. Но главное, что эффект есть. Вот, пожалуйста, они такие вот листочки засахаренные. Я думаю, что будет красиво смотреться. Ну, буду украшать ими сегодня кулич. Оставшийся сложу в баночку, закрою герметично крышкой и буду использовать на какие-то другие украшения десертов. Да, жалко, что у меня не было ни бутончиков, ни фиалок. Но, если у меня они будут, если я вдруг буду находиться в местности, где я могу их набрать, то я наберу и тоже попробую сделать такие цуканы. Но пока вот с листочками мята отлично, я думаю, пошла бы. Но, опять же, повторюсь, класть лучше не на обычный листок, а на пергамент, такой, с которого было бы удобнее снимать, которому не прилипает. На этом все. Эксперимент считаю завершенным. Ура! Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok